Витя, ты только не умирай, пожалуйста, слышишь? Хочешь уходить, уходи. Только не умирай, ладно? Ты же всегда рядом был. Всегда был моей надеждой, опорой, недостижимым идеалом. Всегда хотела до тебя дотянуться. Потом поняла, что не справляюсь и перестала. Я видела, что теряю твое уважение, но я уже ничего поделать не могла. Когда сказала, что уходишь, у меня как почва из-под ног ушла. Не умирай. Хоть чужой, но живи, ладно? Живи, пожалуйста. Не умирай, слышишь? Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спрос eco ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Привет. Меня зовут Илья. Илья, мне нравится. Прекрасное имя. Да. Она тебе очень идёт. Я тебе не сдавала, Илья. Я знаю. Они говорили, что ты обвиняешься в убийстве. Я знала, что это неправда. Ты не мог. Ты не способен на убийство. Ты не такой. А какой я? Ты добрый. Отзывчивый. Надёжный. Поехали домой. Проверяем стоянки такси рядом с остановкой. Возможно, в машинах есть тюдий регистратор. За какое время? Тренер был там в пять. Значит, за полчаса до и до семи. И кого ищем? Ищем подозрительных. Отправляем их оленю. Возможно, на кого-то опознать. Хотя, конечно, вряд ли мы увидим маньяка, который подкладывает мобильный в рюкзак. Как-то так. Как идёт следствие? Боишься за меня? Спрашиваешь. Со мной ничего не случится. Точно? Обещаю. Ну, а как твоя музыка? Сделал что-то новое? Нет. Ну, чем бы хотел сегодня заняться? Я бы хотел... Я бы хотел, чтобы папа был жив. И чтобы всё было как раньше. Чтобы я не боялся, что с тобой может что-то случиться. Год назад. Мы тогда пошли в кино, и нам было весело. Год назад. кто здравствуйте паша дома я руслан тренер паши подождите я вот сейчас позову хорошо спасибо я почти ничего не помню ты мне жизнь спас ведь прости меня я только глупостей наделал последнее время прости перестань живы и слава богу тебе алина звонила много раз если хочешь я могу и позвонить сказать что ты пришел себя ну да у меня с алины ничего не было ничего и никогда приветствую сенсей здорово пашка слушай я чего пришел извиниться хотел ну перегнули тогда палку на тренировке ты уж не серчай да ничего страшного с нами по-другому нельзя вы извините за папу он болеет вредничает не любит посторонних ничего страшного все я побежал в город дел мог руслан андреевич я просто же город еду может вместе пойдем отец после смерти матери сдал сильно работать перестал ни с кем не общается только со мной и с теткой варе двоюродная сестра из новосиба спасибо так то на что же вы живете ты извини что я лезу не свое дело да нет сил все в порядке отец физик у него даже когда престижное премия было вот мы продать не уже почти ничего не осталось вот ну пенсия хорошего к ней и живем я тоже пробовал работать пару раз с оплатой кинули и в общем отец сказал пока не надо работать сначала кучи профессию вот вообще отец хороший хотя и потерянный мы так с ним спасибо лучшие друзья ничего друг от друга не скрываем добрый день а нам нужен виктор чернышев прям коридору второй этаж палата 211 спасибо ведь привет ты как бывало и получше но говорить слава богу я подумал мне кажется что ваш убийца изображает германа христиана помнишь такого точно он поджигал целые семьи он был серийный убийца озлобленный шизофреник но у него всегда был мотив и нашему пришлось отойти от его привычного ритуала он не смог уложить вас в неестественные позы что все это значит объясните невежде что-то изменилось и это убийство было для него важно по каким-то личным мотивам причем важно настолько что он отошел от своей схемы а я-то чем ему насолил скорее не ему скорее мне он мог решить что ты меня обидел и захотеть тебя отомстить у вас где еще и тебя видел нужно еще раз обыскать твой дом на предмет жучков и камеру ребята там все тщательно осмотреть все могут ошибаться спасибо ведь прости что вы соли пострадали за меня перестань ты здесь ни при чем мы пойдем поправляйся спасибо за информацию алина останься на минутку извини игорь поговори с улей пожалуйста я во всем виноват только я на тебя она поверит скажи что между нами ничего не не было мне кажется я поторопился с разводом конечно ведь я сейчас к ней за это спасибо так у меня появилось еще одно дело подождешь меня быстро да можно походите как чего нормально а на свете правда ничего не было да я знаю витя мне сказал я ему верю вообще не стоит извиняться это я должна просить вас прощения за елку за те гадости которые я наговорила простите я обычно себя так не веду бывает поправляйтесь спасибо видите хороший человек я знаю привет здравия желаю ну что удалось поговорить так точно ну и могли бы потерпевшего быть враги конкуренты враги конкуренты у психолога из нее это смешно Ну да, обхохочешься. Все-таки, ну хорошо, не конкуренты. Но могла быть у него любовница, там, ее ревнивый муж. Ну сосед от мороженого, который решил напакостить. Но есть хоть какая-то вероятность, что этот поджигатель не наш серийник? Есть. 0,1%. Скорее даже 1 сотая. Обнадежили. И все-таки надо проверить все версии. Я предлагаю проверить заправки. Возможно, она покупала бензин в канистрах. Только вряд ли это было в районе дома профессора. И вообще, скорее, за пределами этого района. Еще есть какие-то мысли? Игорь предлагает осмотреть мой дом. Возможно, там установили ручки. Интересное предположение. Ну что, давайте вызывать спецов с оборудованием из области. А, товарищ полковник, это будет долго. Я думаю, мы сами исправимся. Ну, добро. Все, все свободны. В смысле, работайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На втором этаже ничего. Ни камер, ни жучков. Я так понимаю, у вас тоже тишина? Антоха, ты чего, в школе? Да, с Вадимом. И на кухню. Ничего. Не волнуйся, все будет хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА